друзья всем привет с вами илья из брукланс представляете заканчивается шоу вы уходите из ресторана и вас встречает вот такая красивейшая бм3 сказка мечта нет это реальность особенно если вы уже слышали про наш новый сервис прокат автомобилей который работает в москве и в дубае брук драйв мы очень любим автомобили и сделали этот сервис специально для наших единомышленников у нас парке помимо спортивных автомобилей и кабриолетов также есть машины на каждый день дорожники седаны минивены есть и интересные электрические новинки а также янг таймер с полным ассортиментом автомобилей фото и видео и даже звуком выхолопа вы можете ознакомиться на нашем сайте ссылка будет в описании специально для вас зрители вопрос ребром мы подготовили промо код на скидку 15 процентов на первую аренду автомобиля в парке в москве и в дубае и этот промо код действует в том числе еще на покупку подарочной карты перед новым годом очень актуальная история примите промо код и получайте потрясающие эмоции от управления автомобилем новое шоу подъехала хейтеры фанаты и другие ноу-неймы пришли в ресторан френд бай баста в москве чтобы задать острые вопросы люси чепотиной если она сольется то оплатит всем счет а если ответит честно поляну накроет баста да не надо сука тут так себя вести боже к кому сейчас будет позор просто почему ты такая двуличная приятно открывается вот так на распашку дверь я только успеваю вот так прикрыть свою грудь у меня был очень кринжовый момент связанный с васей я никогда не узнаю как было бы с поддержкой отца но у меня есть прекрасные люди которые меня окружают они меня поддерживают и можно сказать что заменяют даже в какой-то степени по какой такой статистике что мужичок ты ошибка огромный провал мою верность собачью ты не оправдал впервые встретился и нормально познакомился со своей любимой женщиной на этом месте вся музыка между собой одинаково в музыке семь нот да да продал уже конечно зафиксировал годовой доход более 20 процентов от первоначального капитала сейчас подбираю новые активы для инвестиций семьи отдыхать везу подарки всем купил ага ну все давай давай на связи россия михайлович я тоже хочу стать инвестором я один раз пытался проинвестировать не особо получилось и решил что инвестиции это не мое может быть я вам дам денег а вы на них купите что-нибудь я вам очень доверяю у вас вон как хорошо получается слава ты в каком году живешь сейчас все намного проще не обязательно инвестировать большие суммы можешь начать с малого а помогу тебе в этом альфа инвестиции смотри скачешь приложение альфа инвестиции или открываешь альфа инвестиции онлайн покупаешь любые ценные бумаги и все ты инвестор а вы мне подскажете во что лучше инвестировать что получить доход слава в альфа инвестициях абсолютно бесплатно доступна актуальная аналитика и иди от экспертов которые подскажут тебе в какие активы лучше инвестировать кстати первая копеечка так и есть кстати в альфа инвестициях сейчас всем новым клиентам дарят гарантированный подарок 5000 рублей все подробности ждут вас в описании альфа инвестиции это к деньгам мясницкая 24 вопрос ребром фрэнк байбаса и наша сегодняшняя гостья замечательная девушка певица красавица люси чеботина встречайте здравствуйте пожалуй принесите люси что-нибудь поесть попить а то как у тебя здесь очень интересный рацион сладкие трубочки и овощи для тебя трубочки для тебя а я думала овощи для меня нет для тебя только трубочки а чем они трубочки для губочки все со сгущенкой для губочки трубочки для губочки за снижки мячики нормально дай помилю не растяну меня башка большая просто зимняя зимняя версия знаешь были такие очки с носом здесь были усы усы порезали сюда переклеили итак первый вопрос ты наверное уже слышал о том как лера кудрявцева недовольно высказалась твою сторону и как ты не пустила ее в гримерку не боишься ли ты приходила рискует где это вся движуха идет я хочу побывать вообще чё а зачем чё там с кудрявцевой ты чё за рамки в чем вопрос не боишься ли ты переходить дорогу в шоу-бизнесе таким мастатонтом да бойся с кайф 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 а чё было-то с кудрявцевой чё там было чё вы знаете расскажите вас не в курсе ну то что как я знаю у вас была общая гримерка с леры кудрявцевой и когда в момент когда вы там переодевались девушка стояла как сказать за дверью и сказала лере кудрявцевой что вот пока нельзя заходить там переодевается люсь чеботина хотя это гримерка вообще как бы пахнет кровной местью что осуждаю я хочу бежить я хочу почему я никуда не тащат где вот это все я хочу я хочу это видеть я хочу проходить меня гребенки фу гребенки гримерки чтобы стоять кудрявцевая просто так у нее лопнувшая уже бутылка в руке пластиковая ну хорошо люсь посмотрим это то 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 и убегает люсия начинаю вот я хочу такую жизнь жизнь даже спокойнее на самом деле я про эту историю узнала из интернета в таком виде не на самом деле она разговаривал нет я сейчас расскажу как это было это лишь сердце бьется крючка будто рамс начкаловском 98 году боже мой не знаю кто живым уйдет ну не томи не томи что было короче так сразу только я человек который любит какие-то очень нужно прелюдия в этой истории при тебе это прелюдия да 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 вот все что прямой давай я не могу у меня ладошки вспотели как подарок на день рождения за четыре месяца со мной постоянно случаются какие-то смешные истории я не знаю как будто я далеко далеко я близко я близко я не надо сука тут так себя вести давай дальше короче новая волна не получилось у меня стилиста за боже к какому сейчас будет позор просто у меня девочки поймут есть такая специальная лента которая клеится на грудь под платье и эту ленту клеящую что он пришел посмотрел проверил какая именно лента ему такую же клетку мы забыли ее в отеле и по итогу и такие вещи надо делать вообще в лучшем случае в приватной какой-то комнате типа отеля номера или какой-то своей гримерке где никто не может кучу для в сочи сейчас дойдем ну-ну нет мы уже близко но волне за сценой стоят пластиковые гримерки такие я был там а ты был я был там я был я был там это был юбилей горя ягодча я пел ты чё я был я видел я видел я был я был я был потому что история знаешь какая мы забегаем в кремерку ведущих мы спросили у всех организаторов у всех спросили пожалуйста пожалуйста нам очень нужно заклеить ну как бы там все тетёшки да тетёшки висит вот такая одна лампочка посреди этой гримерки моя вот там команда ксюша вот стоит которая там была та самая женщина скала сидит вот я вижу застает на котором не пускала ли руку гривцу гримерку а банда вот она шайка по итогу мы поворачиваемся получается своим вот этим вот местом к лампе чтобы было понятно как это все заклеить снимаем верх платье и девочки там значит все наводят магию в этот момент ты же больше эти гримерки там же за кулисами темной когда открывается дверь все что в гримерке все видно открывается вот так на распашку дверь я только успеваю вот так прикрыть свою грудь я мимо проходил то есть ты все видел это было тогда я понял это второй день был первый день первый день последний последний я быстро успеваю до такой обосков был короче я еле успеваю быстро я задержусь николай ладно пошли будет по итогу я так вот резко закрываю грудь она залетает в гримерку что-то забирает и уходит я остаюсь этой прикрытой грудью у меня шок как будто бы у меня сейчас просто напросто изнасиловали ну да я показала сиськи всей съемочной группе которые ходили за кулисами мои ощущения были именно такие собственно мы доклеили грудь и пошли на сцену все вот вся история спасибо так это она была в гримерке газа леры я была в гример там лера тимур одригес артур пирожков еще другие ведущие артисты и она как бы забежала что-то взяла и убежала кудрявцева сказал что ты сами типа не поздоровалась она сказала что она мне сказала здрасте здравствуйте а я ответила как-то типа приятно как-то она так меня спародизировал но мы с ней не здоровались она просто бежала в гримерку забрала кец и具 вещи убежала а после уже новой волны ко мне подошла и сказала что букота я ответила взаимный все и мы разбежались все а вот такие вот история вот такие вот дела в correlation лера супер поэтому я не верю после леру знает еще лет я не думаю что это просто придуманная история нет она говорила то надо так рассказал да да что я по-хамски ты можешь она забежала такая я вашу мать а там артур пирожков уже зале так славка давайте следующий вопрос следующий вопрос вам от спорт мастера какие планы на распродавы о да какие тут планы когда спорт мастере скидка до 70 процентов на товары дня я честно говоря планирую сразу после шоу заехать оттоварится по полной советую вам не тянуть и переходить приложение спорт мастер потому что распродабы продлится до 2 декабря так что бегом за выгодой а также заглядывая телеграм-канал спорт мастера и вытягиваю свою карту с предсказаниями на этот месяц шопинга распродабы черная пятница которой не было никогда все подробности ждут вас по ссылке в описании ну что продолжаем давайте следующий вопрос всем привет люси привет на шоу залетай в тренды ты обвиняла молодых исполнителей в том что они не исполняют ничего нового вот отсюда вопрос что нового в твоих песнях во первых я никого не обвиняла на самом деле был случай с молодой исполнительницей у которой был абсолютный даже не референс а плагиат и мне так ответили что знаешь типа серия говорю что вот там ну очень так там похоже на песню которая сейчас в топе он говорит вся музыка между собой одинаково в музыке 7 нот было было помню я такой думаю я уже сразу как ты как музыкант мне поймешь 7 нот меня сразу их 12 немного больше да их раз на 5 как бы побольше вот и я никого не обвиняла не говорила про то что там они какие-то плохие у меня лишь просто не не они у меня недоумение когда человек приходит показать себя и почему-то начинает вступать в какую-то конфронтацию потому что задача на шоу всегда единственная цель это показать себя и свой материал у меня есть такая история просто ты знаешь как мы с тобой вообще познакомились я забежал гримёрку на новой волне нет я сказал я ничего не вижу я вот кстати знаете что я сейчас хочу сказать вдобавок к своему ответу как важно слушать мнение наставника там да или просто музыканта кто постарше кто с опытом у меня был очень кринжовый момент связанный с васей я тогда снимала кавера облажалась я там как бы там чисто напомни мне что это я сейчас рассказываю мне было где-то 20 21 я снимала тогда кавера в социальные сети и сделала видео где пела губина и медлячок я соединила две песни я пела медлячок чтобы ты заплакала ловушка это это очень смешно и следующий трек я типа но это нужная свобода и я подписала такую как ко мне казалось не обидную подпись типа без претензий без наезда без каких-то оскорблений просто как по фазу написала что все хорошее новое хорошо забыто старое хорошо забыто старое и мне тогда баста оставляет комментарий если бы вы были чуть более музыкально образованы вы бы знали что это моцарт нет я помню написал или кто просто ловушка в чем в этом припеве во первых все лову я как чай который любит панчи ловушку заключил в самом припеве даме и пусть звучат они все одинаково банально и не талантливо и все начали говорить что это плагиат я просто ждал чем больше я смотрю люся я был подписан просто я смотрел как она делает кавера вдруг она пишет я написал но она так извительно написал я очень написал если вы любите я кстати вообще ничего не не было я ждал я ждал кто будет писать потому что мне нужно было не ну меня ловушка была расставлена просто я написал что она написала что это хорошо забытое старое я просто искал что они тоже забытое старое это было написано неким бахом хорошо темперирован клавире особые произведения это последствия гормональная гармоническая последователь была написана в в произведение для упражнений пианист тогда клавесинчиком а поете вы талантлива и в этот момент когда баста не пишет в комментарии я делаю вот просто я была готова провалиться под землю и на самом деле это очень круто это было смешно и мне кажется как раз таки такие истории они наоборот тебя закаляют где-то учат и мне тоже на шоу говорили что я что-то делаю не так и я считаю что это прикольно а в музыке нового но в виде ничего но ничего ребят я всем хочу сказать кто переживает насчет плагиата и иоганн сиастян бах со своими братишками еще просто столько музыки что эту музыку еще можно переосмысливать и создавать на все последовательность аккордов уже все было написано им негодяям 17 веке просто в одной из церквушек сидя за органчиком ненавидят свою профессию поэтому кайф поет то она купила спела то она круто и было смешно я решил я решил травануть и было весело это было круто вот видите самое смешное что когда этот припев продолжали разбирать люди просто не послушав слова что обо всем уже закрыто там все сказано что это как у всех одинаково и талантливые многие люди серьезные эта девчонка молоденькая молоденькая просто а там серьезные тебе говорили прямо слова припева звучит как-то одинаково ну и чё сказать не талантлива чем как сумел так и спел это даже круто спасибо мне песня велика были зелеными часто гоняли на красный как же я устал весь свой рабочий день я посвящаю музыки могу часами сидеть на студии писать новые песни но иногда хочется просто человеческого выпить чашечку ароматного кофе прямо здесь и сейчас специально для такого случая у меня есть незаменимый помощник я сейчас не про славку вы подумали а про кофемашину polaris айки холм с кофемашиной polaris вы можете приготовить целых девятнадцать видов кофе от эспрессо до двойного макеата хотите чтобы все было по красоте сделайте латы подождите пару минут и все красиво распределиться по слоям еще круче то что любой кофе можно сделать с помощью смартфона подключайте кофемашину по вайфаю к своему телефону и готовьте через приложение свой любимый кофеек ну а мой фаворит насыщенный эспрессо с кайфовой кофейной пенкой уважаю этот вкус и аромат пейте кофе красиво и с удовольствием вместе с кофемашиной polaris все подробности ждут вас по ссылке в описании можно и добавку даниил журавель журавель до журавель где же ты журавель где же ты моя птаха спасибо центру за это велкам спасибо что сорвался языка я не хотел людмила мяк вам такой вопрос несколько лет назад на концерте в джипсе молодые люди зала кричали вам люся выходи за меня на это предложение руки и сердца вы отреагировали ого мне так сразу никто предложение никогда не делал хотя бы цветы бы купили для начала что ж я ж за нервничала подожди я во первых говоришь он тебя людмилу называет я сначала я сфокусировался на этом и тоже хотел сказать людмилу а это серьезный щеголь журавель выйдите за меня так сразу два года человек жив си не мог уйти никак жив си ждал а мне кажется а у вас что было эти два года я ждал тебя моя людмила я работал над собой и чтобы быть с вами людмила осуждаю давай так что ты сделал предложение она подумает нет подожди а сколько вам лет не давай ты должна сидеть очарованы типа ты а я буду не дожди мне приятно каждый день во-первых давай менять имя к черта мане русик будет руслан людмила да а как можно вот вот сколько вам лет чем вы занимаетесь какое ваше любимое хобби цвет если кошка собака чтобы я сразу понимала а прям просто про себя анкета да ну прям вот в карту знак зодиака и время давайте сразу знака зодиака чтобы я потом оправдался а кто по знаку зодиака я дева вы знаете у тельцов с девами хороший хороший да очень а ты телец я тоже телец а в год кого вы родились год петуха дева в год петуха ну подходит я думаю знал я одну такую деву год петуха правда это не знаю что вообще петух это птица духовного пробуждения в китайском календаре которому соответствует год твоего рождения чем занимаешься сколько где ты учишься что ты вообще сейчас учусь в финансовом университете петух с деньгами золотой золотой петушок ну занимаюсь инвестициями иногда торгую на вал берез ты суетяга да 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 с выхина темчик темчик с выхина на патриках интервью у вас уже брали нет не люблю слава богу значит подходишь нам да так давай прямо сколько сколько зарабатывать давай прямо это важно альдар почему ты интересуется потому что ты стесняешься я не стесняюсь люсь похлебай коктейля мы сейчас про него все пробьем я говорю про твой ментальный так сказать образ экономического восприятия какая модель приемлема какую осуждаешь где себя видишь как ощущаешь ну себя наверное вижу рядом самое главное ну просто любимой девушкой и все а там уже как случится люсь зайчонок ну что присмотрим все какая дева не торопись не торопись уже натворила ты ошибок натворила люс ошибочек ну подноси цветы давай чё по хотя бы подарить цветы а люся а потом в в комментариях нам напишут как быть можете ее уболтаю что-то издали хорошим хороший парень хороший парень ну тогда я буду присматриваться хороший парень журавель ты молодец молодец правильно иди к своему иди к своей истории иди правильно все делаю журавель потом через два года дальше раз помните цветы вам подарил журавель есть телефон цветах оставил свою записку нет кстати дева ну ёлки-палки пусть может просто пообедать уходит пообедать если только к тебе не ну он пригласить тебя куда-нибудь пообедать люди накидают комментов скажут как он очень подходит и подходит ночью просто пообедать по-дружески без ничего я бы рисковал что хороший парень набраться смелости прийти сюда он помните о жипсе пришел с букетом цветов пацан помнит меня с тебе однозначно давай напиши номер салфетки мы отдадим она она решит жестокая на дрянь или она девушка которая дает шанс хорошим парням ну ладно хорошо давай давай так и я позову его на концерт и мы встретимся там мне кажется хорошее хорошее место для свидания я уже тебя журавеля пёс шакал полезная дева во первых я вот специалист по знакам зодиака могу дескать что его да да где где дева смотри педантный чистюля аккуратист он тебе единственным чем где можешь замучить это аккуратностью своей будет приходить подожди люся подожди секунду там у тебя тушь немного не здесь вот так вот это самый аккуратный педантичные как и каму я девушка хаос девушка хаос вот а он драм-н-бейс хаос драм-н-бейс пожалуйста давайте я приглашаю на свидание 5 декабря в лайф арену мы там с тобой пообщаемся но билет купишь сам нет 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 он билет не будет покупать я его приглашаем и пообщая входа до зайдет ну вау ни хера я сваха прикинь давай поженимся можно закрывать давно уже советую приходите ко мне здесь такие браки склеивал ребят что вы даже себе представить не можете василий михайлович между прочим я сейчас офигел я впервые встретился и нормально познакомился со своей любимой женщиной на этом месте да мы на каждом концерте женим людей у нас около 200 пар уже поженились по всей стране на каждом концерте парень делал предложение девушки да я вот такой у меня свидание на моем концерте будет впервые ребят всегда уже делать предложение всегда нужно парнях девушкам всем горит девушки видите в парнях потенциал понимаете потенциал как если человек хочет просто пусть нету сейчас миллиардов сексильардов триллиардов время все расставить на свои места и тот кто верит мужчину дает ему сил особенно женщина телец добавь особенно женщина телец вы сейчас состоите в отношениях с футболистом матиасом норманом и не так давно вы выставили статус совместную с ним фотографию подписав прости что не поняла этого год назад на что собственно было год назад я как журавель на среду хуйдет не просто я иногда узнавилась своей личной жизни вот примерно как-то вот так да да но фотография же такая была и подпись была прости что него взяли что это он это был не он разве это был не на самом деле все равно я не разбираюсь на самом деле все гораздо проще да все гораздо проще и понятней у меня должна была быть песня в этот период и мы так сказать готовились к релизу и в итоге перенесли песню из-за новой песни фараон которая сейчас вышла на чуть-чуть попозже и поэтому все думаю что у меня есть парень но июня все нормально нет маникюр себе делает поэтому журавель 5 декабря на лайф арене почему журавель у меня фамилия журавель фамилия журавель чеботина но уже звучит люда люда или люсица жюня не люси чеботина журавель 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 жу биталли дыма лисы санта ручья чеховель жом по полю бабу поехали на вода этим париж привет подписчики объявляю небольшой розыгрыш пишите комментарии под этим выпуском и за самый скучный подарю вам целую упаковку нового энергетика бай баста чтобы взбодрить вас смотри вопрос ребром пей энергетик бай баста и пиши самые скучные комментарии бодрит на одном интервью у тебя спросили кто из российских исполнителей вызывает у тебя чувство кринжа и ты ответила егор крит при этом недавно ты была у егора на мероприятии и мило с ним общалась почему ты такая двуличная я пропустил я пропустил я пропустил я пропустил острый вопрос да людок что-то бомбанула ты да моя хорошая можно да могу такая передача можно да 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 там мандарины раздают этому странно как-то мимо меня прошли давай мы мы с васи обожаем перетирать кости и гору криду давай 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 серьезно кто-то говорит про крыда флаксивы мой мальчик а где он раздай людям здесь мандарин на самом деле мы с егором знакомы очень давно и были разные ситуации я такой человек что я никогда не лицемерию и говорю все прямо в лицо и он знал прекрасно мое отношение к нему но недавно у нас дождите там типа хухры мухры у вас или чё не это нас хухры мухры не было я думаю писярик подкатывали ну а кто знает кто знает вас и кто знает кто знает кто знает кто знает тот в курсе бля извините пожалуйста хорошо знает дело в том что у нас остался недавно разговор где мы все обсудили закрыли все вопросы все расставили такие вопросы у тебя с егором кредитом я его знаю лет двадцати наверное я что случилось вот эти обиделся три года они просто ну слушай зачем это вываливать это остается между не просто скажи что если он на тебя обиделся то это ничего страшного серьезно вот так он на тебя за что-то обиделся и вы объяснялись нет он просто делал определенные вещи которые мне не нравились я не понимал почему он так поступает потом когда мы поговорили мы друг друга поняли пожали друг другу руки и теперь у нас с ним любой горк рит с девушками выяснять отношения жмёт им руки вообще его рт еще спятил уже зави не ну как он я сама по-пацански так от ему сказал егор давай встретимся переколотимся за нашей сузы по нашей судье ты чё там форси еще слышу движение он такой дальнейшийся ну чё там ну ты смотри а садист ему чабака бах по рукам ударили все нет мы очень мило пообщались случайно встретили потому что ты люда мила люсь слушай я вообще не поймал как можно с девушками что-то выяснять просто девушку любите правильно я чё так и есть а можно если ты тебе подарю те которые ты мне уже подарила через митю спасибо мне нечего выяснять не ну и горки у гора крида есть один большой плюс он талантливый он эмоционально очень он прям он переживает когда он переживает особенно переживает от того что он переживает тогда когда он переживает звучит как цитата просто в контакте я на самом деле послушай на девчонок точно я не умею на девушку таить какие-то потому что я понимаю что девушки это инопланетяне спасибо понять понять разумом девушек невозможно их можно просто любить правильно девушек нужно любить понимать кто-то скажет мужчина скажет вот к мужчин я понял женщин ну все это дурака в дураках уже человек это просто обыгранный просто вкатки в ноль по уже женщин надо просто любить какие они и замечательные удивительные дарящие нам хорошее настроение заботящиеся на спальне да как ты женщину поймешь усидь люсь чуботина ты же никак не поймешь В смысле, меня можно понять? Я как раз таки простая, как сапоги для фамилии. Да, конечно, конечно. У тебя с мамой общая копилка денег. Ты купила ей недвижимость в Дубае, но при этом она говорит, ты тратишь много денег на рестораны, одежду. У вас бывают конфликты на тему денег? Ну, во-первых, я не знала, что у нас копилка, я думала, что у нас ИП. Интернет богат информацией. Что? Интернет богат информацией. Ну, вот теперь я знаю, что у вас еще есть какая-то копилка. Теперь надо искать эту копилку. Как маму зовут, скажем так? Анна. Мама зовут Анна, она, кстати, сидит здесь. А в чем вопрос я прослушала? Прости, пожалуйста. Где копилка? Бывают у вас конфликты на тему денег? Ты знаешь... Не бойся, мать, не бойся, мать. Я знаешь, такой, типа... Да, и такая... Мама уже такая обувь снимает, такая, давай, давай, доченька, давай. Нет, вот так, вот так, смотри. Нет, у нас нет никаких... Нет никаких проблем. У нас нет никаких проблем. Я не могу сказать, что у нас какие-то бывают споры с мамой насчет финансов, но мама меня постоянно притормаживает, потому что я как настоящий телец. Я думаю, что тельцы меня поймут. Я не умею экономить. Такая же история. И я покупаю... Ну, как вы понимаете, да? Ну, как бы, вот. Это очень нужная вещь, Люсь, на самом деле. Не верь, кто говорит, что купила х**. Это очень важная вещь. Я считаю, что это зимние очки. Я просто была обязана их купить. Я в жертву макетплейсу. Чтобы баски не мерзли, конечно. Дело в том, что вот я, когда покупаю вот такую историю, например, вот разово, если бы это было только разово, я покупаю такой постоянный, неоправданный траток. Журавель, ты там готовься раскошеливаться. Я поэтому и спрашивал, сколько зарабатывает. Люсь, что ты самая необычная покупала? Сколько она транжира вообще? Не считает бабло? И мама такая, вдохновляется. Ей что-то нравится. Ей это нужно прямо здесь и сейчас. Она покупает, потом домой приносит. Потом говорит, ну, не так уж надо было. И она, знаете, сколько лежит вещей с бирками? Или с отрезанными бирками, но просто новые. Она день-два проходит, она говорит, ну, не так уж мне это и не надо, и что-то уже и модель не та, и цвет не тот. И вот таких вещей очень много. Спасибо вам за позор на всю страну. Понял, Журавель. Журавель такой уже к окну подошел. У тебя кошка открывается здесь, как-то уйти красиво. Готовься, Журавель. Ну вот не знаю. Я недавно купила, например, маленький камин домой. Считай. Это освежитель воздуха. А, да, освежитель воздуха и другое. В форме камина, он так подсвечивается. Мне так кайф. Ну, это какая-то разумная трата или нет? Да. Вот. Посмотри, сколько он тебе радости приносит. Как ты рассказываешь о нем? Я его один раз включала. Я не понимаю, я просто на твоей стороне. Я такой же... Знаешь, что я купила недавно? Просто это такой топ. Лимфодренажные сапоги. Не, это полезная вещь. Это такие, которые надуваются. Это бомбы. У меня есть. Ну что, у меня есть. Ты всегда смеешься, это крутая штука. Это вообще топомая тема. Это пока ты молодая, тебе это не нужно. Не знаю, я буду каждый вечер снять. А когда у тебя будет крутить ноги уже от погоды? У тебя крутят ноги от погоды? Нет. Ну, вообще, в целом. Я же знаю, что это время настанет. Я закупаюсь заранее. А потом вдруг их снимут с производства, как Волгу. Какая машина была. Давайте дальше. Следующий вопрос. Спасибо. Аплодисменты. Уважаемая Людмила, вопрос к вам. Уже Людмила? После случая с Ольгой Бузовой ходят слухи, что звезд будут обязывать одеваться приличнее. Готова ли ты прекратить свою карьеру, если ведут более сдержанный дресс-код в обычных выступлениях? Да, готова. А то я вообще не буду слушать твою музыку, если ты не покажешь живот. А что она когда-то не очень одета? Шикарно, как по мне, но всякое бывает. Ну, и слушай, я как-то так вроде... Я вроде в боди не выступаю, но кому как удобно. Например, я знаю, что Оля выступала тогда в боди, да? Я понимаю, это про этот случай? Именно. Не, ну слушай, Оля там вышла вообще, как будто забыла просто про платьица немного такая. Такая там юбочка была, вроде нет. Там было боди, такое юбочка. Там был просто дьявольский хвостик, понимаешь? Не, она выскочила, я просто сам позвоню. Я-то человек пожилой, конечно, старых традиций. Но это было даже... Я просто не очень понимаю, а какой именно дресс-код? В брючных костюмах выступать? Ну, как в Северной Корее, может быть. Но вряд ли, конечно, что такое будет. А в Северной Корее сольно не выступают. Там сразу по 500 человек поют одну песню. Не, я на самом деле, на самом деле говорю про... Как я понял, как я понял, неоткровенные вульгарные наряды просто, да, которые... Просто у меня нет вульгарных нарядов на сцену. Я поэтому не очень понимаю вопрос. У меня нет никаких ни трусов, ни боди. Хотя даже боди, я не считаю, что это вульгарно. Со всем уважением Коли она вышла просто. Я увидел, думаю, это тем более какой-то был день города или что-то. День металл... Ну, какой-то там праздник такой был. 1 июня? А вы покажите мне фотку. В чем она была? Была просто там вот это. И весь танец ее еще... А, ничего себе! Ты понимаешь, что такое происходит? Остановите это! Уходим, уходим, уходим. Что-то я делаю не так. Это 1 июня, в День защиты детей. Бьется. Она защищала детей от... Там был День защиты детей попало, что она так жестковатая. Еще пришли люди, представляешь, и все смотрят на нее. И такие мужики такие, ого! Защитница ты наша. А может быть она, Джарахов, может это был костюм супергероя наш. Похожа как на супергероя? Защитница детей. Да. Вселенная Марвел. Вандер вумен. Представляешь? Они в таких же костюмах ходят, супергеройши. Да, ведь правда. Может мы просто панч не раскусили, мы просто вот такие, понимаешь? Синк и балл, да. Мне кажется, что это выглядело очень красиво. Ну, это мое чисто такое эстетическое. У Оли это красиво. Ольга, в принципе, очень красивая девушка, поэтому не будем ее никак дискредитировать. Кто ее сказал, что она некрасивая? Я думаю, что она еще... Гонишь, что ли? Синк и балл. Наверное, вопрос... Ты что меня подгоняешь под интригу? Я же ничего не сказал. Просто говорю, что есть вещи, которые можно... Вот я, допустим, здесь могу быть в шортах, правильно? Ну, можно ноги побрил, в конце концов. Ну, просто если ведут дресс-клод, да? Ну, я на концерт свой... Хотя я тоже так выступаю. Ну, бывают концерты какие-нибудь большие, куда я не смогу прийти в шортах, буду в брюках. Все относительно. Все относительно, и нужно иметь рядом людей, которые могут тебе сказать... Брату, перетасуй колоду. Оденься в ровное, понимаешь? И все, правильно же, Люсь? Ну, да, но просто, судя по всему, что если ведут дресс-код, мои старые наряды тоже его пройдут, потому что там все прилично. Люсь, у тебя все в порядке, поверь. Все в порядке, пупок можно показывать? Все нормально. Все ровно, ростовские говорят. Все, что все красавицы. Спасибо. Серебряный красавец. Поехали, Братич. Василий Павлович, приветствую. Людмила Андреевна. Что сегодня не так? С уважением. Каждый артист должен соответствовать... С уважением, Пузов, что знаю, Людмилочка. Людмилочка. Людмилочка, Людмила Андреевна. Людмила Андреевна. Давай, поехали. Каждый артист должен соответствовать времени. Будете ли вы менять свой псевдоним, ну, когда придет время, или в 50 лет так и останетесь сексапильной, озорной Людмилой Чеботиной? Ну, сексапильная. За сексапильную спасибо. Сучара, да? Такой типа сначала, да? Куравей, спокойно, не режь его, не надо. Мне кажется, что девушка всегда будет чувствовать себя сексапильной и привлекательной. Это все идет от ее внутреннего состояния. Не знаю, на моей памяти очень много 50-летних девушек. Я их даже женщинами не могу назвать, потому что они выглядят внешне, как девушки. Но по влиятельности и статусу тебя часто называют по имени-отчеству? Постоянно. Ну, мне кажется, что... Все началось с первого суда. Все так и есть. Мне кажется, что где-то лет с 35 начинают называть уже по имени-отчеству. Не, я думаю, у тебя к сорокушке как-то подбежит, тогда начнут тебя уже назвать. Думаешь, вот именно к сорока. Главное, чтобы ты не превращалась в эту женщину, которая говорит, какая я тебя любила, люсенька. Чтобы ты вот так не говорила. Говорю, да? Ужас, я осуждаю. Я так не буду выглядеть и так себя вести. В 70? В 70 я буду... Ты знаешь, какая охоти? Ну, такая повидавшая. Какая охоти? Какая охоти? Я планирую. Ты будешь как охоти на охоте. Хоти на охоте я сейчас. Хоти на охоте. Люся, как ты отреагировала, когда болельщики «Спартака» начали свистеть на кубке «Спартак-Динамо»? И считаешь ли ты, что «Спартак» козлы? Нет, я такого не считаю. Я тебе больше скажу. Я в этот момент была в НРах. Вася, понимаешь, что это такое? Да. А ты за кого болеешь? Я? Да. За самый лучший цвет. Вдвойном. За красно-синий, конечно. ЦСКА Москва. ЦСКА Ростов. Ну, а ты считаешь, что если человека свистывают на поле, это правильно? Ну, это «Спартак». Я к этому очень спокойно отнеслась. Я, в принципе, ко всему спокойно отношусь. А что там было-то? Что случилось? У меня песня за «Динамо». А, ты пела на сцене. Да, я пела на стадионе. Ну, слушай, вообще, все, что происходит на секторе, это дело сектора. Конечно, болеют люди, кричат. Я к этому суперспокойно отношусь. Не знаю. У меня нет никакой ни обиды, ни претензий. Я считаю, что ребята поддерживали свою команду. Ты за «Динамо», да, пела? Я пела за «Динамо». Так это тебя еще «Спартак» пощадил, я думаю, что там. В смысле, а что должны были сделать? Ну, еще что. Слушай, когда, смотри, болеют, болельщики на секторе должны делать максимальную работу по, так сказать, дискредитации оппонентов. Естественно, будут и кричалки, будут и очень обидные кричалки. Это всего лишь боление для кого-то, а для болельщика это большая история, боление за свой клуб. Не знаю, я не из тех людей, кто бы освистывал кого-то, но при этом и… Люсь, ты просто попробуй. Думаю, я просто не умею свистеть. А ты там свист прям встал или освистывал, это условно? Ну, такой наш был. Ну, понятно, ты вышла за «Динамо», конечно. А я думаю, что если выйдет какая-то певица за «Спартак», болельщики «Динамо» будут освистывать ее. Это такая игра. Что ж тут говорить? Я не знаю, мне, если честно, было… Все равно. Бабки получила и пошла, правильно? Кстати, мне за это не заплатили. Да, мне за это не платили. Я искренне хотела поддержать команду. Да? Да. Ты за «Динамо» болеешь, да? Да. А, все, я так… Тем более ты должна… Такой штул отдельно встал. Не-не-не, так наоборот, смотри, ты болеешь за «Динамо», естественно, ты претерпеваешь какое-то испытание от болельщиков «Спартака». У меня свистали не тебя, потому что ты представляла клуб соперника. Это естественная практика. Естественный процесс? Все друг друга, конечно, долбят, кричат, оскорбления. Это естественно. За это и любят. Надо еще интеллект проявлять, чтобы что-то такое бомбить, чтобы разрывались соперники. Это же классно. Это такой вид спорта на секторе. Поддержка своего клуба. Привет, Вася. Привет, Люся. Здравствуйте. Такой вопрос. Говорят, у тебя в райдере стоит жесткая табу на водителей женщин. Что? Откуда такой сексизм, Люся? А у нас такое реально в райдере? Они говорят нет. Ну просто я представляю… А где вы это? Я представляю, я с удовольствием… Честно говоря, я бы лично с удовольствием поездил с женщиной-водиной, но не представляю, как провинции будут где-то встречать женщину-водителей. То есть птички напели не ту информацию. Мне кажется нет, потому что… Давайте сделаем, давайте напишем у нас в райдере, что обязательно должна встречать женщина-водитель в Мене. И желательно без одежды, да? Не-не-не-не-не. Как она будет мерзнуть? Ну за что? Да мне кажется, что это фантастика просто. Ну и что, женщина-водитель? Не, просто я, например, сейчас приехала сюда нас… Я со своей женой как-то езжу, продаволосы, потом подкрашиваю, седину забиваю. Вот у меня жена проездила, у нее стаж вождения, 20 с лишним лет, и одной аварии не было. Ну по статистике женщины реально водят лучше. То есть нету такого, что если женщина-водительница будет… По какой такой статистике? По статистике журнала Бума. Я извиняюсь, конечно, по какой такой статистике? Где статистика? Ну посмотрите любые статистики в интернете. Где, на какую статистике? Любая статистика любого женского журнала, ты посмотри. Нет, реально… Нет, ты писал канал «Женщины за рулем». Нет, 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 это реальные научные исследования, основанные… Где, 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 что женщины более стрессовоустойчивые из-за этого? Да, и более аккуратные на дорогах. Более склонные к тому, чтобы соблюдать правила. Мне интересно просто, чтобы это все было достоверно. Не то, что я против женщин, еще раз, я живу среди женщин. У меня жена, дочки, мамы, все. Я люблю женщин. Просто я люблю в такой статистике, очень важно, достоверная выборка. Понимаете? Да. Ты прав, все остальные неправы. Нет, я не говорю, что я прав. Я хочу просто достоверную информацию, особенно в процентах. Василий и Люся, я нашел инфу про то, про что она говорила. Ну? По нашей информации, водитель автотранспорта для коллектива должен быть только мужчинами. Связано это с тем, что у команды Люся и у нее самый громоздкий багаж. Это пиздеж. Супер Ру, вы пиздите. Покажи. Супер не может врать. Супер не может врать. По нашей информации, водители автотранспорта должны быть только мужчины. Да, но у меня в райдере нет такого, что прямо типа вот, типа нет, женщины нет. Видишь, там написано, что должны быть только мужчины из-за того, что тяжелый багаж. Так вот, отвечаю на ваш вопрос. У меня самой большой стаж вождения. И я сюда приехала на автомобиле, за рулем которого была моя сестра. Поэтому никакой истории, что у меня в райдере только мужчины нет. Это, видимо, на каком-то фестивале был райдер, потому что была большая команда с большими костюмами, большими чемоданами. И, возможно, это взяли откуда-то оттуда, но у нас в команде в райдере такой задачи не стоит. Поэтому мы спокойно относимся к женщинам и к мужчинам. Вообще не знаю, откуда они сейчас на это взяли. Мне прямо самоинтересно. Короче, оказалось по статистике, по статистике оказалось, что мужчины водят хуже и являются причиной большего количества ДТП. Все посчитали, потом статистически все уравняли. Но можно сказать так, что если женщины нарущают, то делают это с огоньком. Редко, но метко. Вот так умеют проспоривать овны. А мы, да, мы же спорили, ты забыл? Ложку дёг тебя просто бахнул и всё. Вот тебе киндерлюсь, пожалуйста. И второй. За съёмку. Подожди, ты сейчас два яйца достал из штанов. Можно и так сказать. Это моя работа. Могу и третьей достать. Блин, это очень мило, спасибо. Мне ещё никто так не дарил киндеры. Пожалуйста. Оригинально. В процентном соотношении это... Да. Мам, ЗП. Следующий вопрос, друзья. Аплодисменты нашей гости. Многие девочки в нашей стране растут без отца. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь в моменты, когда тебе не хватает мужской отцовской поддержки? Я думаю, это очень многим поможет. Такой милый вопрос. Трогательный. Отвечайте. Я плачу. И когда бывает желание всё бросить, самое главное выплакаться и дать себе на это какое-то определённое время. Ну и плюс ко всему, что немаловажно, это поддержка подруг, поддержка близких, мамы. Мне кажется, что у нас девчонки, несмотря на то, что которые растут без отцов, вырастают очень сильными, очень самодостаточными, красивыми девушками. И я думаю, что каждый из них расскажет свой индивидуальный рецепт, у каждого он свой. Но вот в моём случае я плачу и стараюсь выплакаться на максимум, чтобы опустошиться какими-то такими печальными эмоциями, чтобы зарядиться позитивом. И если у меня, бывает, подкипает состояние, что мне хочется действительно просто всех убить и всё разорвать, то, конечно же, я делаю это наедине с собой. Что? Мама говорит, когда это ей хотелось всех убить. Ну, потому что наедине с собой. Нет, ну я наедине с собой борюсь с этими чувствами, потому что у нас у каждой бывают такие состояния, и вам, мужчинам, это не понять, когда на тебе всё просто. Да, конечно. А ты ещё должна красиво выглядеть. Конечно, нам вообще это не понять. Я тебе объясню. Когда на тебе всё, да. А ты когда-нибудь, что же это за состояние? Мы просто хотим белые сиськи. Ехал в 8 утра на реснички. На реснички? При этом у тебя горят все дедлайны. Вообще не понимаю. Первый этап. Было всё то же самое, только без ресничек, представляешь? У тебя хотя бы реснички есть. Заехать. Хотя бы реснички сделаю. Чтобы им их лопать, понимаешь? Красиво. Мне кажется, ученки меня поймут сейчас. Это чувство, когда у тебя очень много стоит задач, и ты ничего и так не успеваешь, ещё эмоционально внутри просто полностью разбит. Нет, у нас такого не бывает, конечно, у мужчин. У нас вообще всё супер. Мы живём в розовом мире. Я так и знала. Мы обсуждаем машины. Да, да. Вообще там. Игры. Да. Вообще бани там. Ну а чём ещё? Быть счастливыми? Ну нам вообще не сложно. Просто просыпаемся и счастливы. А то, что сидишь на краю кровати вот так с утра, вот так. Я так сидела, когда одевала колготки в детстве, в детский сад. А я даже ещё не успевал это сделать. Понимаешь, просто колготки там, а я просто уже в 6 лет такой думаю, это жестокий мир, как бы прав кавка. Но если касается поддержки отца, ну, я никогда не узнаю, как было бы с поддержкой отца, но у меня есть прекрасные люди, которые меня окружают, они меня поддерживают и, можно сказать, что заменяют даже в какой-то степени. Кстати, я хочу добавить, поплакать, это очень действенный метод. По-моему, даже недавно выяснили учёные, что со слезами выходит кортизол, гормон стресса. И слеза под микроскопом выглядят совершенно иначе. Ты часто плачешь? Ну, есть два фильма, которые я смотрю и плачу. Чебурашка? Нет. Да, нет. Ты чего, что? Хатика? Это Газ Голдер в кино? Я плачу, когда храброе сердце смотрю, когда он кричит «Фридом!» орёт, или «Волос». И второй фильм, когда я смотрю… Холодное сердце? Даже три фильма. Храброе сердце. Храброе сердце. Это про шотландского этого парнишку. Три фильма. Второй фильм – это «Любовь и голуби». Я смотрю, плачу. Когда говорят «Лютка, Людка». Людка, Людка. И третий фильм – это «Республика Шкит». Я смотрю, я просто рыдаю, как собака. У Корского вокзала! Ну, здесь у меня всё, слёзы пошли. Ну, блин. Ах, Люсь. Это на самом деле уважительно, что ты плачешь, и ты не стесняешься своих эмоций. А я вообще не стесняюсь, а чего мне стесняешься, что я плачу? Ты прорабатываешь свои проблемы с психологом? Конечно, если я сам психолог клинический, если что. Скажи, тебе триггерит какие-то вопросы, которые я тебе задаю? Касаемо чего? Ну, касаемо слёз. Нет, конечно. А что, ну, если я плачу, то что делать? Нет, это круто. На самом деле немногие мужчины. Я хочу сказать, что мальчики, не стесняйтесь плакать, это вообще абсолютно нормальный процесс. А кто стесняется плакать, я не пойму. Ты стесняешься, нет? Нет. Вообще, я с кайфом. Просто я знаю… С кайфом? Боим, с кайфом, рыдаю. Как круто. Если лезет, я пускаю. Особенно от смеха носа не могу разрывать. Под смеха плачу. Нет. Кто не плакал, тот петуша. Мне кажется, это круто, что когда люди не скрывают свои эмоции и ими делятся, и не стесняются. Ну, я вообще даже не понимаю, что там, ну, плачешь и плачешь, ну, хуже. Ну, некоторые пацаны говорят, блин, а что телка плакать, что ли? Это значит, как свинья сам там рыдает, так… Не все смогли прийти к нам сегодня сюда и задать тебе свой вопрос, Люсь. Да. Но мы сделали такую возможность, что люди оставляют в других наших заведениях видео-вопрос, который сейчас… Да, который сейчас прозвучит с экрана. Всем привет, меня зовут Мария. Я нахожусь в городе Москва в ресторане «Френд Байбастов». По адресу с рейтинга 24-2-3-1. И у меня вопрос к Люси Чеботиной. Как успешные женщины все вывозят? И песни писать, и работать, и на маникюр сходить, и голову с утра помыть, и вещи погладить, и собраться. Как ты, как женщина, все успеваешь? Ты такая сейчас, ну, я же не мужчина. Нет, просто, знаешь, мне хочется сделать вот так. Так, я сама подбираю BPM сеты, сеты. Подборщик примеру в Томи. Нет, ничего, что проходит мимо меня. Хочется почему-то ответить на этот вопрос вот так, я не знаю. Да, блин, как и все, опаздываю постоянно, где-то что-то не срастается, бывает, что… Что-то срастается. Что-то срастается, что-то не срастается. Ну, где-то срастается, где-то не срастается, поэтому где срастается, ты задерживаешься, где не срастается, опаздываешь. Мне кажется, что самое главное, когда ты, не только к женщинам подносишься, ну, когда ты успешный мужчина, мне кажется, самое главное, уметь вовремя почувствовать, когда ты уже устал, и тебе нужен стоп, чуть-чуть… Будь здорова. Я просто покашлял. Чуть-чуть, чуть-чуть притормози. Спасибо. Потому что, если все равно ты работаешь на резервном своем каком-то моторчике, то рано или поздно он просто у тебя сломается, и все. Поэтому самое главное – себе давать вовремя отдохнуть, а так я не могу сказать, что я успешная женщина. Ты посвятила песню всем бывшим, которая стала гимном для многих девушек. Но эти же девушки часто не могут расстаться с парнем, потому что не находят подходящих слов. Можешь прямо сейчас записать какое-то обращение ко всем бывшим, которое любая девушка сможет использовать? Скажи его прямо в камеру, но, пожалуйста, используй в нем все слова, написанные на карточке. Используй вот эти слова, составить послание бывшему, которое любая девушка может использовать в своих интересах, защищая свое достоинство и прощаясь со своим бывшим. А есть ли стих? Вообще супер. Ты шутил, как джарахов, и сыпал лаве. Но уж слишком завышено твое ЧСВ. Мужичок, ты ошибка, огромный провал. Мою верность собачью ты не оправдал. Я любила тебя, как алкаш любит водку, Но сквозь боль и страдания стала красоткой. Намотать лишь шнурки на твой вялый вопрос. Но на свадьбе моей за тебя подниму тост. Жестко! Это ты сделала за секунду? Люся Чеботина. Люся, подарок в музей. Ты принесла? Да, конечно. Я знаю, что ты любишь кепки и кроссовки. Да. Но я как представитель эстрады. Да. Попсы. Да. Почему попсы? Посмотрела, посадила чуть-чуть за твоим стилем. Ты знаешь, что слишком сдержанно. Нужно чуть-чуть сиять. Жестко! Боски эси. Боски, айпи! Виайпи! Дэс, мащи, дэс, мащи любит. Башка большая, мозгов мало. У нас тоже есть... Люся, я знаю, ты за Динамо болеешь, но мы по причине того, что армейские клубы и динамовские братские клубы, и мы тебе дарим вот с твоей... Это ростовский регион. Всегда, когда будешь в Ростове, можешь эту маечку, будешь как дома. Класс! Спасибо большое! Пожалуйста. И еще... Лучший! Третий, третий, так сказать. За стишок. Это мать твоя нам выдала вначале, говорит, по одной давайте, чтобы дольше высидела. Спасибо. Так, ребят, смотрите, сейчас тот самый момент, друзья. Когда мы должны будем решить, кем оказалась для всех нас Люда. Людмила. Людмила. Людок, Люсенька, Люсиль, Люси. Мы должны будем голосованием решить, кем же в процессе программы для нас оказалась Люся Чеботина. Аккуратней. Людмила. Манипулятором. Злодейкой. Ведьмой. Чародейкой. Манипуляторшей. Еще раз повторюсь. Актрисой, которая умело играет нашими чувствами, изображая из себя хорошего, доброго человека. Если это так, по вашему мнению, вы должны будете поднять черную свинью. Послушайте внимательно. Седьмой Б. Черная свинья. Черную свинью. Если же Люся Чеботина, по вашему мнению, оказалась тем, кем мы ее считаем, хорошей, талантливой, целеустремленной, вдохновляющей девушкой, которая строит свою карьеру, идет к своему счастью. Поиски и ожидания. Большой настоящей любви. Вы понимаете, красного динозавра. Если свиней окажется больше, за сегодняшний ужин, как бы это мерзопакостно не звучало, заплатит она. Если же красных динозавров окажется больше, за сегодняшний ужин, как бы это замечательно не звучало, заплачу я. Итак, вердикт. А может быть заплатит журавель? Но 5 декабря в лайф-арене после концерта Люси Чеботиной. Поехали, голосуем, друзья мои. Ой, так много этих динозавриков. Клево. Спасибо, земля. Спасибо. Один человек чернушку дал. Нет, там раз, два, три, четыре, пять. Есть еще шесть, семь, восемь. Ну, это ничего, Люси. Это фигня? Это ничего вообще. Класс! Одни красные динозавры. Несите счет, я оплачу ужин. Победила. Победила Люси. Махасула. Несите. Надеюсь, у вас совесть проснулась там. Круто. Давайте я вам яйцо на чай ставлю. Мама говорит, что это дорого стоит. Нет, скоро ты будешь приходить куда-нибудь на тусовке, у тебя будет колье из киндера просто. Мама сказала, это дорогое, это как кортье просто, да? Ты знаешь, как читается по-русски кортье? Сортир. Сортир, да. Хочешь, да, в туалет? Хочу сортир на Новый год. 219 косарей. Фига, вы пожрали. Те самые друзья, когда друг оплачивает за всех счет. Пам-пам-пам. Да, вот это вот тип потери. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях была замечательная. Люся Чботина, мои соведущие Ефремов, Джараков, Элайза Миннелли. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова